В Казанском федеральном университете, а именно в студенческом городке и деревне универсиады, завершились ремонтные работы в трех домах – 15, 16 и 17. В 2023 и 2024 году Департамент по молодежной политике совместно с профсоюзным комитетом и студенческими советами общежитий проводили мониторинг и ряд стратегических сессий на предмет улучшения условий проживания в общежитиях вуза и нагородних студентов. Ректор университета Ленар Сафин поддержал их предложения, а затем были запланированы ремонтные работы. По инициативе учащихся в общежитиях были созданы пространства для общения, проведения мероприятий и улучшено оснащение жилых комнат и мест общественного пользования. У нас получается сегодня мы посетили с вами 15, 16, 17 дома, которые были в деревне универсиада, они были отремонтированы. В 2023 и 2024 году в Казанском федеральном университете запланировано проведение ремонтных работ в ряде общежитий. Так уже ремонтные работы завершились в общежитии номер 6 студенческого городка, завершились также 3-4 блок общежития студенческого городка номер 3. В ближайшее время мы ожидаем переселения студентов в общежитии номер 4 студенческого городка. И также, чтобы это были не только общежития студенческого городка, мы рассматриваем и создаем условия для всех иногородних студентов, это очень важно. Поэтому еще были затронуты дома 15, 16-17 деревни Универсиада. В рамках проведения текущего ремонта проводится большой объем строительных работ, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий иногородних студентов. Меняли все от подвала до крыши. Инженерные и электрические системы, системы горячего и холодного водоснабжения, новые лифты, качественная и обновленная покраска поверхностей, новая мебель и постельное белье. Стоит отметить, что ремонт коснулся не только жилых комнат студентов, но и мест общего пользования. Освежение мест общего пользования, покраска, замена кухонных приборов, гарнитуров – это очень хорошо и положительно сыграло роль. Действительно, очень красиво получилось. Что касается условий, да, они здесь более адаптированы, более персонифицированы, я даже хочу сказать так. Это не коридорная система, конечно. Но здесь, опять-таки, все направлено на человека. Если в других домах посмотреть, да, там действительно, у нас неплохие условия и в других общежитиях, и в других домах. Но сразу видно, остяжение краски, все это сразу улыбается. Очень хорошо. Мы формировали, соответственно, то есть у нас был план проведения ремонтных работ. Каждому студенту, всем при ремонтных работах, каждому было предложено место в общежитиях университета, то есть то, который, соответственно, был свободный. И студенты переселялись. С ними заключалось дополнительное соглашение именно на время проведения ремонтных работ. Как только ремонтные работы, соответственно, завершились, по этим домам мы дождались еще окончания зачетной экзаменационной сессии, чтобы студенту было удобно. И после, соответственно, сейчас переселяемся. Все студенты, которые здесь проживали ранее, они же, соответственно, переехали на свои места. Всего в общежитиях Казанского федерального университета проживают более 14 тысяч человек. Из них 9 в деревне универсиады. Более 4 тысяч человек – иностранные граждане, а остальные – россияне. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости.